Если ты учишься в девятом классе и не знаешь, математика твоё это или не твоё, то тебя уже обогнали. Куда уходит мотивация у детей? Мы теряем массово школьников в пятом-шестом классе. Там прямо у нас яма какая-то. Забудьте, чему вас учили в школе. В школе, значит, это рассказывают так, но на самом деле всё по-другому. И это правда очень важно, чтобы до конца девятого класса учебный план включал нормальный объём, хороший объём по всем предметам, потому что как только ты что-то исключаешь, для тебя закрывается масса дверей. Друзья, добрый день. Меня зовут Анна Данилова. Это программа «К доске». В этой программе мы разговариваем с лучшими специалистами, профессионалами современного образования о том, как в условиях ограниченного количества сил, времени, денег и во всех прочих сложных наших ситуациях родителям сегодня помочь детям получить хорошее образование и вообще как-то выплатить в этой жизни. В гостях у нас сегодня Валерий Вячеславович Пазынин, директор школы, лицея при Высшей школе экономики. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Наверное, первый вопрос, с которого мне хотелось бы начать. Вот наш традиционный вопрос нашего детства «Куда уходит детство?» сменился сегодня вопросом родителей «Куда уходит мотивация у детей?» Почему мы в первый класс отдаём ребёнка, которому интересно, классно, здорово, он хочет идти в школу? И вот в четвёртом, седьмом, девятом классе мы получаем человека, которому ничего не надо, ничего не хочется, ничего не интересно, только отстаньте от меня, пожалуйста. Вот что происходит с мотивацией у детей сегодня? Мотивация — это же довольно сложное понятие, и ещё и люди разные, поэтому у разных людей там разные вещи могут происходить, но то, что все замечают, знают, и органы управления это видят, знают, и проблему эту пытаются обдумать и решить, это то, что мы теряем массово школьников в пятом-шестом классе. Там прямо у нас яма какая-то. Да, кто-то может и раньше потерять интерес, у кого-то могут случиться проблемы в семье, в жизни. Ну, сами понимаете, там, если родители разводятся, у ребёнка семья рушится, ему временно недосказуемое, недоумножение, и тут вот какая-то потеря интереса к учёбе может быть просто связана с фрустрацией. Но так, чтобы массово теряли интерес по целыми классами, ну, вот мы видим это в пятом-шестом, и это согласуется с данными международных исследований, в которых Россия участвовала, и где мы видели, что если четвероклассники в пятёрке лидеров, то 15-летние школьники уже там где-то сильно дальше. И это же заставляет нас задуматься вот о чём. Мы же иногда думаем, что, ну, переходный возраст, понятно, им не до учёбы, тут ничего не поделаешь, природа. Но если бы это была только природа, ну, тогда во всех странах это была бы такая ситуация, а она не во всех такая. То есть такой провал в учёбе, такой потери молодых школьников раннего подросткового возраста, как в России, мы и в других странах можем не наблюдать. Вот, собственно, поэтому они нас и опережают потом в основной школе. Поэтому здесь явно есть какие-то факторы не биологические, а связанные с культурой, с тем, как наше образование устроено, может быть, с контекстом, в котором образование существует. Ну и вот здесь, поскольку проблема не новая, её давно уже заметили, я некоторые гипотезы знаю, там, 10-20 лет, что вот они существуют, и даже есть какие-то предложения, что с этим можно делать. Ну и, я думаю, есть смысл продолжать это обсуждать. Вам кажется, что в чём главная причина? Может быть, смена, переход на предметное обучение? Может быть, просто какие-то предметы сложнее даются? Может быть, что-то не то мы, не знаю, в началке делаем? И при этом я вот хорошо помню вашу статью, по-моему, в учительской газете, когда вас родители спрашивали, а что вы такого делаете с детьми? Вот вы, учитель русского языка, вы долго работали учителем русского языка, что дети вдруг бегут в школу, чего-то разбирают там, какие-то историю, этимологию слов и так далее. А что вот вы с ними делаете? Это же такие связанные вопросы. Да, давайте попробуем обратиться к тем факторам, которые лежат внутри образования. Они тоже есть. Ну, представляется, что большой вклад вот в эту ситуацию с пятыми и шестыми классами вносит неудачно расположенная смена ступеней формата обучения. Вот то, что именно после четвертого класса, именно в этом возрасте полностью меняется состав учителей, тип перемещения по школе, иногда даже меняется здание, в котором учатся школьники, а психологи считают неудачным по времени. И одним из таких системных решений могло бы быть смещение границы ступеней на годик или на два наверх. Если бы под руководством того же классного руководителя можно было еще пятый класс прожить, а может быть и шестой, с тем, чтобы уже в седьмой идти в предпрофильные классы, уже начинать углубленно изучать отдельные предметы, может быть, это бы... Не может быть, это точно бы смягчило ситуацию, потому что учитель начальных классов уже ключики нашел, и там уже определенный процесс налажен. Можно было бы на этих дровах еще какое-то время ехать и вот этот сложный момент прожить вместе в той компании, в которой уже что-то получается. Кстати, вот сейчас, ближайшие 2-3 года, будет хорошее окно возможностей для того, чтобы это решение реализовать, потому что демография. А учителя начальной школы у нас очень неплохие специалисты. И если ничего не менять, то их нужно... Ну, если вы так посмотрите, демографическую пирамиду на Википедии, то из картинки следует, что в течение трех лет надо половину учителей начальных классов будет сократить. А при этом в основной школе настолько не хватает учителей, особенно математики, ну, даже и других предметов, что, кажется, вот это решение могло бы, что называется, не было счастья, да несчастье помогло, и, может быть, получится эту границу сдвинуть. А 18-19-20 год, вот эта там яма демографическая, да, у нас? Ну, вот сейчас она... Где у нас? Сейчас на границе детского сада и школы находится большая яма, и уже первые классы, их уже меньше в этом году. И она наступает на школу прямо сейчас. Воспитателей мы сократили уже, а учителей еще нет, но придется. И сейчас была бы возможность как раз учителям продолжить с детьми еще. Сейчас хорошая возможность. Ну, это мое предложение. Я не знаю, обсуждается ли оно в органах управления образования, но это была бы классная возможность решить сразу несколько проблем, к которым сложно подступиться. А с чем еще, может быть, связана и потеря мотивации, и, наоборот, какие-то ключики к тому, чтобы детям стало интересно? Ну, тут, да, и те вот ключики, которые есть, они тоже разные, да, есть системные и несистемные варианты решения. Вот несистемный, шикарно работающий вариант решения через личность учителя. Есть же потрясающие учителя, которые понимают, что, ну, с подростками ты сначала должен выстроить отношения, а потом все остальное. И у них это получается, вот к ним бегут. И дальше через этот канал, который там открывается, преподаватель, учитель может донести и там и ценности вообще образования, и почему нужно и другими предметами заниматься, ну, и прочие какие-то вещи. Ну, это же не системное решение, это через личность. То есть сложно с ним как-то работать массово. Вот. А в плане системных историй есть проблемы, связанные с содержанием образования. У нас парадоксальное вообще содержание основной школы. Так. Когда Советский Союз переходил на обязательное восьмилетнее образование, ну, была возможность выбрать, что же там, собственно, будет с содержанием в основной школе. И тут вот какой-то случился момент, который дальше сейчас мы воспринимаем как естественный. Ну, оказалось бы, ну, все же мы вот это учили, но на самом деле совершенно не факт, что это была единственная возможность. У нас получается, что содержанием образования в основной школе являются специально пересказанные предметы, ну, специально пересказанные разделы науки. То есть, по идее, была ведь задача, наверное, формировать научную картину мира. Но рассказывать основы наук предстоит, стояло ребятам, которые закончили нашу начальную школу. Они к этому не были готовы. Начальная школа предшествующего этапа, ну, другие задачи ставила, подготовить людей к элементарной жизни трудовой, функциональной грамотности элементарной, чтобы после четвертого класса, в принципе, можно было встраиваться в трудовые процессы. Для того, чтобы сделать другую начальную школу, нужно было много времени, его не было. Поэтому основную школу достроили на том, что есть. И получилось, что сейчас все школьные предметы, их даже названия, совпадают с областями науки, но совпадает только название. Все, что там внутри, это пересказанные на эмпирический язык некоторые теоретические понятия. Любой учитель вам скажет, что школьная физика и физика – это большая разница. Школьная история и история – это вообще про разные. Школьное языкознание, там, то, что в курсе русского языка или английского мы проходим, и языкознание – это совсем разные вещи. Про любой предмет можно это сказать. Чуть больше, может быть, там математике повезло. В остальном это некоторые такие фантомы. Все это чувствуют, понимают, когда переходят на ступень высшего образования и вынуждены забыть все, чем их учили в школе, потому что это никак не связано с тем, что придется делать дальше. Так и начинаются многие лекции. Забудьте, чему вас учили в школе. В школе, значит, это рассказывают так, но на самом деле все по-другому. Это не гипербола, это действительно такая особая ситуация, дидактическая, что школьные предметы основной школы называются как науки, но они не могут формировать научного мышления, научной картины мира, потому что там все понятия пересказаны с теоретического языка на эмпирический, и фактически они продолжают ехать на нашем эмпирическом мышлении, которое формируется при освоении языка в начальной школе. Там прибавки нет. И ученик, переходя из четвертого класса в пятый, у него прям все меняется, ты попадаешь в основную школу, ну там-то, наверное, будет как-то все по-взрослому, там-то, наверное, мы, может, поймем, наконец-то, зачем мы вот это все осваивали, вот это все писали, делали так много вот этой вот канцелярской работы, научились читать, писать и умножать. Нет, ничего вы не поймете, еще больше зададут делать канцелярской работы, но со смыслом работать там нет возможности в том содержании, которое есть, поэтому там просто продолжается то же самое. Учебник пятого класса по русскому языку, ни одной новой темы, и все. Вот ни на чем сосредоточиться невозможно, ну, у Панова хотя бы там можно было на фонетике посидеть и там что-то разобрать новое, на лексикологии. И, казалось бы, это логично, ну, в пятом классе во что-то начать уже погружаться. Сейчас по федеральной программе там сразу все, от начала до конца, от фонетики до синтекси, с орфографии, пунктации, все, нарезка всего. Практически ничего нового нет по отношению к начальной школе, практически ничего нет специфического, чего не будет потом. Не на чем остановиться, не за что зацепиться. И бесконечные тексты с описанием природы, от которых у детей и сводят скулы, мне кажется, и очень грустно становится. Скулы может сводить от, собственно, канцелярской работы, когда ты не причастен к замыслу. И это вот, собственно, другой вариант решения, да, не только через личности отношения, а через какое-то, через содержание образования. Другой вариант решения связан с тем, чтобы все-таки обратиться к замыслу учения и попытаться построить вот этот процесс в форме действительно учебной деятельности, а не то, что обычно этим называют. То есть договориться о смыслах, о замыслах. В этом смысле вот вы говорите о мотивации. Ну вот, например, для психологов это такое, скорее, манипулятивное понятие. Мотивация — это как заставить человека делать то, что он не собирался. А в плане учения, образования, то в идеале хотелось бы, чтобы у человека был замысел собственного образования и изучение конкретных предметных областей, и даже изучение конкретных тем. Вот. В принципе, есть способ, как это восстановить, да, это вот один из вариантов, это так называемое развивающее обучение, да, где никакая тема не проходится, пока не поставлена учебная задача и не принята коллективом учебным, такая необходимость, понимание того, зачем, к чему, для чего мы будем разбираться с этим понятием. То есть, по сути дела, мы сначала должны поставить задачу. Мы хотим научиться грамотно писать, чтобы, не знаю, нас понимали, и что нам для этого надо сделать, и для чего всё это нужно. Потому что мне так со стороны, конечно, тоже кажется, что дети не очень понимают, для чего им нужно разбирать слово по составу, для чего им нужно знать, что там ёжик содержит какие-то фонемы, из чего состоят морфемы и так далее. Действительно не очень понятно. Сказали — делай. Да, сейчас это происходит в основном в обход всяческого замысла. Просто вот сегодня такая тема. За послушание. Вот какие мотивы работают в этой ситуации, когда содержание не позволяет развернуть замысел внешне? Там что-то дома подарит, не подарит, отругают или похвалят, отметки поставят, не поставят. И весь разговор вокруг совершенно внешних мотивов, которые... Не работают на самом деле. Для кого там срабатывают, но это же короткая дистанция. То есть вот чтобы я сегодня сел и вот это сделал, ну окей. Ну там просто зависит от того, насколько дома ругают, насколько там ожидают хороших отметок, насколько там в школе ругают или хвалят. Ну вот это. Но оно же не связано с тем, буду ли я продолжать своё образование после того, как перестанут надо мной висеть. А всякий же учитель в глубине души мечтает, что там спустя несколько лет после того, как ребёнок с ним уже не общается, он уже станет взрослым человеком, и ему нет-нет, да возьмёт с полочки войну и мир. И вот использовать математический метод для решения какой-то своей задачи. Все же как-то, мне кажется, надеются на это. Но для того, чтобы это действительно случилось, ну надо же как-то, чтобы человек ориентировался в этом предметном пространстве. А для этого темы должны появляться не вдруг откуда-то, но они действительно вот сейчас, ну как бы такой винегрет тем. Одна из другой не вытекает, и поэтому единственный источник информации, что дальше, про что будет урок, ну это учитель, он программу знает. В этом смысле сложно восстановить причастность ученика к планированию, к замыслу того, что будет сегодня на уроке. Ну возможно, просто это сложно, если придерживаться во всём программы, где вот порой непредсказуемый порядок тем. Я очень часто с детьми пытаюсь как-то выстроить эту мотивацию, зачем нам математика, например, и пытаюсь им объяснить, что чем больше ты знаешь об окружающем мире, тем больше он тебе говорит. Вот я ничего не знаю про устройство, скажем, микрофонов и звукозаписывающего оборудования, а если бы знала, я бы понимала, что это классный микрофон стационарный, звук у него лучше потому-то и потому-то, и работает он лучше, чем петличка. То есть это сразу мне очень многое говорило. Я бы, мы бы понимали, как футбольное поле расчерчено вот так вот строго, как сделан этот прямоугольник, как вот они так сделали, что всё параллельно и строго нужного размера. Это же как раз про геометрию. И мне вот этого очень не хватает во всех наших учебниках, каких-то вот таких фактов об окружающем мире, которая нам вот эта тема помогла бы понять, увидеть и потом сделать, может быть, самим. Да, иногда вот так понимают содержательный мотив, как необходимость показать связь с реальной жизнью. Это не единственный вариант, что можно с этим делать. Что ещё можно? Ну, допустить ученика, учебный коллектив до построения понятий. И тогда не обязательно, чтобы они были прям как-то уже очень связаны с какой-то актуальной для них практической задачей. А можете рассказать, как это может выглядеть, построение понятий? Ну, это непросто, и тут я рискую быть не во всём понятен, но это известно как. Да, это, кстати, придумано тоже во второй половине XX века. Василий Васильевич Давыдов пытался построить вот такую в собственном, из же его авторства термин «учебная деятельность». В том смысле, что это деятельность человека, который себя учит, себе трансформирует способ действия. Это осознанный классный процесс, субъектом которого выступает тот, кто учится. И вот он думал, почему этого не происходит просто на хороших уроках, чего там не хватает, как это можно восполнить. И он придумал, что можно действовать через систему вот таких квази-исследований, переоткрывать понятия. Но это можно будет делать и удобно будет делать только в том случае, если начинать с ключевого отношения. Не с краешку начинать, как сейчас там открываешь, синтаксис, подлежащие. Нет, сначала вообще про что это и к чему это. Ну, как минимум, синтаксис член предложения. Это что? Никто не знает ведь, что это. Мы что-то подчеркиваем, ну, как велено. Ну, а что мы делаем этим? Что такое член предложения? Вот. Ну, и за этим стоит еще более общее понятие. Вот надо найти это ядро, сердцевину этого предмета, и из него потом можно будет выстраивать более частные понятия, и тогда можно будет это переоткрывать. Ну, вот. Ну, для математики таким понятием ключевым является число, как единица измерения, для языкознания, лингвистики, там, для русского языка. Это знак, как двусторонняя единица, в которой есть форма и значение. Вот если вдруг каким-то образом это понять, в первом ли классе, в пятом ли классе, то дальше потом понятнее, что делать с частями слова, с частями речи, с членами предложения. И это все можно будет разворачивать. Вот. Хорошая новость в том, что в любом возрасте можно начинать. Я пробовал в самом разном. Вот сейчас в восьмом классе. И получается. И со взрослыми. А вы приходите к восьмиклассникам и про знак рассказываете? Или как? Это русский язык. Русский язык, да. Ну, так бы не срабатывало. Расскажите. Ну, приходится потратить еще время сначала, чтобы случился замысел. А что вообще можно изучать в нашем курсе? На какие умения можно потратить время? Какие из них для чего людям нужны? Какие из них вы и так уже знаете, умеете, и не нужно на это тратить время? А где у вас сложности? Потом жду, пока возникнет запрос на то, чтобы какую диагностическую работу написать и проверить, оправдали что-то, что вы умеете, вы умеете. Ну, что-то выясняется, что казалось, что мы умеем, а не совсем так. Тогда мы смотрим, оно надо или нет, одно для другого. И выясняется, например, на восьмом классе в программе синтаксис. А если выясняется, что там есть часть орфограмм, которые, ну, мы ошибаемся, а есть части речи, которые мы не различаем, и нам надо как бы, вот вроде бы надо в синтаксис уже идти, а с чем туда идти? Если когда мы начнем повторять, например, орфографию, мы не понимаем, перед нами предлог или существительное. Вот, пожалуйста, ребята в диктанте написали, в течение, в предложении на конце не та буква. Я говорю, какой орфограмм надо повторять? Ну, окончание существительных. А как ты напишешь правильно с этой орфограммой? Да, то есть тут морфология мешает идти в синтаксис, морфология, если ее нет, мешает идти в орфографию. И мы пришли к выводу, что, ну, придется все-таки туда зайти, в эту морфологию, разобраться все-таки, что же такое часть речи, как их различать. Это не так долго, но это растянет для нас, ну, так называемую зону повторения. Придется подольше побыть на материале предшествующих, вот как по идее программы там 5-го, 6-го, 7-го класса. Но она окупится, там потом можно будет быстрее двигаться уже и в синтаксисе, и в повторении орфографии. Вот, и вот когда мы уже договорились, что мы займемся морфологией, вот тогда уже я предложил, ну, не сразу еще раз перечитать, что такое существительное, прилагательное. Вы уже это читали, если не помогло, то почему второй раз поможет. Давайте попробуем зайти с другой стороны, давайте попробуем понять вообще, про что это наука, зачем она и чем вообще лингвистика занимается, тогда будет понятно, при чем тут часть речи, что с этим делать. Ну, и как-то они так согласились. Ну, на вот это, на совсем ключевое, такое введение в языкознание уходит, ну, может быть, там два урока, где вот тут мы разбираем форму и значение, модель сообщения строим, это не так долго. Зато потом начинаются интересные открытия, потому что вдруг мы заходим в существительное, в которое много раз были, и вдруг оказывается, а, вот сегодня это был об этом урок, вот что такое лексико-грамматические классы, эти разряды, и почему они называются лексико-грамматические? Так, все, вы заинтриговали, мне самой стало очень интересно. Все, рассказываем по порядку. Почему лексико-грамматические? А как вы дошли до лексико-грамматических классов существительных? Через что? Ну, в морфологии разворачивается таким образом. Мы смотрим на слово как знак, пытаемся понять, а что является его формой, что является его значением. Ну, выясняется, что буквы или звуки, это две формы, можно переодеваться, перекодировать. А значением слова, ну, стол, например, является, ну, вот то, что образованные люди называют лексическим значением, да, то есть то, что можно им назвать. Предмет мебели, там вот эта все поверхность на ножках. А в нем же есть еще значение, которое прозрачно для носителя языка и незаметно. Которое при стол? Которое видно, если я немножечко поменяю. Стол, столы. Это книга вышла в год моего рождения. Автор ее Лада Иосифовна Айдарова. Психологические сложности школьников при изучении русского языка. Вот оттуда это взято. Вот это место, это потрясающая вещь. С шестилетними детьми исследователь строил теоретические и лингвистические понятия и показало, что через действие это возможно. Поэтому что уж там с 8-ми классниками. Вот. Вот через это изменение стол, столы видно, что там еще есть какая-то информация, которую мы не заметили сначала. Это информация о количестве. И если сравнить по форме и по значению, то видно, в какой части формы это значение содержится. И можно уже сделать вывод о том, что в этом знаке две составляющие. Одна про предмет, другая про количество. Ну и заодно тут мы рефлексируем метод, который заключается в том, что мы меняем что-то, сравниваем по форме и значению, и тогда можно это на модели зафиксировать. Меняю, сравниваю, моделирую. Вот. И мы получаем модель существительного. Ну, потом мы меняем еще стол, столу, думаем, а это к чему? Почему так? Что это за значение? Ну, какая-то выстраивается модель. Дальше важно выйти на понятие грамматическое значение, потому что само словосочетание без конца используется в учебнике. А что это такое, даже не объясняется. Ну, даже бесполезно спрашивать даже у учителя, что это, потому что, ну, нигде это... Вот бывает парадокс. Это же, я вам говорю, у нас феноменальное содержание. Там есть вот слова, взятые из науки о окружающем мире, о языке, но там нет значений, которые характерны для науки. Вот грамматическое значение, пожалуйста. Словосочетание есть, значение нет. Смысл в нем, да? Мы его восстанавливаем, сравнивая модель слова «стол» с моделью слова «этейбл». И выясняется, что мы одну и ту же вещь пытались назвать, а грамматические значения-то разные пришлось выразить. В русском слое что-то о соседях надо обозначать, вообще какие там рядом глаголы, там чего вообще оно. А в английском для любых предложений годится эта форма, но зато нужно показать тебе все равно, какое или не все равно. И для этого работает артикль. Ну, артикль — это элемент формы, а значение там определенности, любой или какой-то конкретный. Вот через это сравнение становится понятно долго, тут вот надо постоять, что грамматическое значение — это значение, связанное с устройством самого языка, с его грамматикой. И это то значение, которое язык выбрал в качестве обязательного. Ну, ты не объедешь никак. Вот захочешь какой-то предмет назвать по-русски, но тебе по числу придется определиться даже там, где это не важно. Молоко, сливки. Ну, мы не называем количество этим числом, а все равно грамматическое число там есть. Ну, так же по-английски с определенностью. Вот, вывели грамматическое значение, стали строить парадигмы существительного, там выяснили, что в ней 12 форм, потому что 6 падежей и 2 числа. Тут надо умножать, выписали, и вот их 12. А у всех существительных столько? Ну, не у всех. А есть, у которых почему-то половина есть, половина нет. Молоко и сливки те же самые. А почему так? Зачем так? А зачем вам число, если мы их штуками не считаем? Окей. А что это? Ну, вот отсюда же разряды появляются. Ну, конкретные, их можно считать штуками, тогда им понятно, зачем иметь противопоставление по числу. А вот эти все вещественные, собирательные и абстрактные, им это противопоставление не нужно, и поэтому у них от парадигмы существительного из 12 элементов только 6. Чем они лексико-грамматические? Лексическое значение этих слов объясняет, почему у них неполная парадигма. Это же чисто грамматическая вещь. Класс. То есть, по сути дела, это такой настоящий discovery approach, который в английской грамматике считается, в преподавании английского языка считается самым правильным. То есть такое обучение через открытие. Да. У меня сегодня на уроке, сегодня случилось открытие. Я второй раз это вижу, чтобы восьмиклассник переоткрыл идею Михаила Виктора Чапанова о том, что у слова пальто не одна форма в парадигме, а 12 амонимичных. О-о-о! Вот это сегодня случилось. Конечно, я в таких случаях говорю, что вы не первые. Не знаю, это хорошо или плохо. Наверное, это хорошо, что вы не первые, потому что я говорю, что есть очень известные, потрясающие учёные, которые к этому же выводу пришёл и это обосновывал. Мне всегда было немножко непонятно, когда хорошие математики говорили, ну так, немножко сверху вниз. Ну так, если ты не знаешь какую-то теорему, её же можно вывести на экзамене. Подумал, сам вывел, и, значит, дальше ей пользуешься. Мне это казалось всегда чем-то очень странным, потому что если ты уж забыл, ну вот я ничего не выведу. Ни по какой математике, ни по какой теорему. А вот сейчас понятно, что дети, с которыми вот так занимаются, они действительно, даже если что-то забыли, они смогут восстановить эту цепочку обратно. они поймут, как это работает. Это же большая разница, мы в образовании загружаем память или развиваем мышление. Это прям противоположные вещи. То есть либо мы должны выучить, что там тысяча это существительное на самом деле, а не числительное, ну либо придётся это понять. А если у тебя есть инструменты это понять, зачем тебе это запоминать? Самое главное, если ты запомнил, ты, скорее всего, это забудешь. Ну да. И непонятно, зачем вообще тебе эта информация. Вот будьте уверены, на следующей неделе, когда мы построим парадигму числительного, я не дам для запоминания, что тысяча и миллион это существительное, я дам это для анализа, и они это откроют этим действием. Повезло вашим ученикам. Очень. Хочется как-то... Можно это сделать такое обучение системным? Учебники поменять? Что поменять? Программу поменять? Оно и есть системное. Я так не проведу урок в школе, несмотря на то, что я хоть и закончила другую кафедру не русского языка, а английского, но вот по русскому языку я не смогу так объяснить школьникам. Нужен какой-то план. Ну да, есть дидактические материалы, там все. Это, понимаете, почему я это решение считаю не личным, какими-то персональным, там несистемным, как вот предыдущий путь, о котором я говорил, через личность. Это через содержание. И то, что я рассказываю, ну практически ничего из этого я не придумал сам. Это есть, ну, есть определенная научная школа за этим. Есть, в принципе, и учебники, просто у нас в перечне остался только один и про другое. но есть, есть в культуре материалы, с которыми можно работать. И есть учителя в России, просто их меньше процента, но они есть, с которыми там мы на одном языке разговариваем, и они это делают. Это вариант системного решения, только он, ну, у него там свои сложности, свои риски, там это дорого, это сложно, это вот все так вот, это вот прямо, так где же мы всех научим, а как же. Да, у него есть свои ограничения, поэтому я понимаю, что, ну, нельзя сейчас там переписать учебник, искать, а теперь все будут работать так. Ну, так не получится, это все-таки сложнее ход. Мне при этом кажется, что учителя очень хотят учиться, и что вот эта история про где же мы всех научим на самом деле, она может быть и не требует такого обязательного преподавания чего-то прямо всем, что огромное количество учителей хотели бы научиться эффективно работать с классом сами очень сильно. Я много общаюсь с учителями английского языка и вижу огромный запрос на то, что расскажите, как нам сделать так, чтобы оно работало. Вот мы сейчас делаем что-то такое, что не очень работает, куда идти за тем, что работает? Учителя английского вообще, наверное, самые жадные до обучения, во всяком случае, те, кого я знаю, учатся всегда с удовольствием, постоянно ищут возможности и язык подтягивать, и средства профессиональные добирать. Но вы правы, что и учителя других предметов с большим удовольствием участвуют, и в том числе вот в семинарах, в которых я участвую или провожу. Всегда это было и в предыдущей школе, где я работал, мы там по субботам в зуме сидели, разбирали, как вообще с кеми понятием можно работать. И сейчас в лице и в школе экономики опять же, вчера только сидели, разбирались. Это действительно очень интересно. Это очень интересно. Потому что для учителя это же напрямую влияет на просто на твои ощущения от урока, на то, у тебя получилось, не получилось, они поняли, не поняли, заработало, не заработало. Очень тяжело учить, когда ты видишь, что отдачи практически нет. Я еще более интересную вещь вам скажу, это я согласен, но есть еще вообще потрясающая вещь. Если ты работаешь в репродуктивной парадигме, то у тебя ощущение, что ты выкладываешься, отдаешь все время, истощаешься, и нужно где-то подпитываться. Если ты работаешь вот в этой, ну назовем это условно, продуктивной, деятельности, не знаю, какая-то парадигма, когда твоя задача организовать дискуссию и переоткрытие, и ты смотришь, как это идет, там где-то что-то происходит неожиданное для тебя, необычное, и нужно услышать какую-то новую идею, которую ты не слышал раньше для того, чтобы ее вытянуть, раздуть и вокруг нее какую-то дискуссию организовать, то, во-первых, это гораздо интереснее, во-вторых, что я заметил, профдеформация вообще другая, профдеформация репродуктивного учителя какая, что он плохо слышит и много говорит, ну и там где-то начинает там в метро рассказывать людям, как себя вести, это, конечно, редко, но это уже прям совсем таких случаев. Ну, бывает, да, да, да. Бывает. Ну, вот, если идут два человека, каждый говорит, не замолкая, каждый на свою тему, им нормально, они друг друга понимают, сто процентов учителя. А здесь я заметил, что и в себе это вижу, профдеформацию, что ты начинаешь слушать больше, чем говорить, и ты начинаешь вылавливать из того, что тебе говорят, то, что ты не знаешь и не думал об этом. Ты как бы, ну, ищешь вот эти какие-то новые, неожиданные повороты. Ну, ясное дело, что для окружающих такая профдеформация более приятная. Да. А не похоже ли это немножко на перевёрнутое занятие, перевёрнутый урок, так называемый этот flipped classroom? Или это всё-таки больше для уже вузов, система, когда ты должен прочитать, сам подготовиться по любым источникам, а потом проверяется, что ты понял, а что нет. Перевёрнутый класс это более частный приём в сравнении с тем, о чём мы до этого говорили. Его можно использовать и при репродуктивном обучении, прочитай, выпиши, перепиши, там, запомни, а мы уже будем упражняться в классе. Его можно использовать и при, ну, таком условно, деятельностном, продуктивном подходе. Прочитай, найди противоречия, сформулируя опросы и будем обсуждать. Немножко по-другому выглядит, да? Да. Но суть такая же, что ты новую информацию можешь вообще-то и дома посмотреть. И учитель для того, чтобы стоять и рассказывать новую информацию, не сильно-то и нужен, потому что можно хоть видео записать, дома послушать. А вот чтобы это подискутировать или потренировать, да, вот есть смысл, может быть, встречаться. Вот у вас сейчас сегодня был урок восьмого класса. К седьмому-восьмому классу сегодня школьники должны примерно определиться. Гуманитарии они, математики, естественные науки. Как вам кажется, какой возраст для такого самоопределения самый подходящий и нет ли здесь, много ли здесь бывает ошибок? Мне кажется, что сегодня, вот, например, в гуманитарии записывают всех, у кого плохо идет математика. И наоборот, соответственно, в математике записывают тех, у кого, например, дислексия и кто не любит читать. То есть как-то происходит не по призванию, а скорее по дефициту это разделение. Вот читать он не любит, задачки более-менее решает. Ну, значит, вот он у нас технарь. Вы даже не представляете, насколько мы спорим по этому вопросу. Восьмой класс — это время. предпрофили или еще нет, или это еще время проб. Просто в прошлом году зарубались по этому вопросу серьезно. И оно, видимо, не случайно, там действительно, ну, не так все это однозначно. Там о том, чтобы в восьмом классе выбрать профессию, речи нет. Мы сами с вами не знаем профессию, по которой мы будем работать через пять или десять лет, потому что мы можем ее поменять, и будет все отлично. Но мы-то с вами вряд ли уже. Почему? Ну, вот я в течение жизни менял профессию. И то образование, которое я получил, никак не определяет, что сегодняшняя моя профессия — там, директор, руководитель образовательной организации. Я учился на другое. Вот так что тут я бы не ставил. — И вы получали потом образование еще менеджментов управления образованием? Или как образование? — Несколько образований управленческих еще потом пытался и получал. И коротких, и длинных, и магистратуру. Ну, восполняешь, конечно, какие-то дефициты, которые обнаруживаются, когда уже работаешь. Вот. Профессию, конечно, нет, но какое-то направление дальнейшего обучения, ну, есть смысл в каких-то случаях уже выбирать и определять. И вот где-то вот здесь, возле девятого класса лежит сегодня, вот в той ситуации, которая сейчас, и которой не было еще там лет 20 назад, когда все десятые, одиннадцатые классы, ну, практически все были универсальны, и с девятого вот я учился, нас просто автоматом перевели в десятые, и мы дальше так вместе и учились. Сейчас ситуация другая. Если ты будешь учиться по универсальному учебному плану, ты в конкурентоспособности будешь проигрывать по сравнению с теми, кто в это время уже осваивает там, у него там химии, там, сколько там, шесть часов, или не знаю, там еще всякие спецкурсы биологии, а еще предпрофессиональные, ну, к предпрофессиональному экзамену готовится, первую помощь там, пытается освоить аппаратуру, уже уколы, инъекции, пытается научиться делать, кровь брать, уже практикуется где-то в поликлинике, в больнице, то есть подходя к первому курсу. Ты уже безнадежно отстал. Да, ты уже не там. Вот. И вот сама эта затея сделать 10-11 классы профильными, мне кажется, правильной и перспективной, потому что вот где-то как раз лет 10 назад, когда я стал впервые руководителем школы, я заметил вот такую вещь. 9 класс заканчивают в большом количестве мои ученики, довольно инфантильные ребята, которые больше всего хотели бы продлить детство и ни за что дальше не отвечать, поэтому ни в какое решение и выбирать не надо. Не можно, мы ничего не будем выбирать, мы просто еще посидим. И ты понимаешь, что, ну, конечно, им хочется ничего не менять, классный руководитель, пусть останется компания, мы классно будем общаться и все, но если вдруг кто-то из них, а кто-то из них точно решит, решит, что хорошо бы поступить в какой-то ВУЗ, тут же выяснится, что туда сдавать, тут же выяснится, что у тебя в учебном плане один час в неделю этой химии или там совсем чуть-чуть, зато много всего другого. Тебе фактически нужны точно дополнительные занятия с репетитором, он тебе задаст там массу всего, тебе делать задания по всем предметам, особенно некогда, в школу ходить некогда, и что было массово, мы это видели, старшие классы, это очень низкая посещаемость и огромная загрузка вне школы, а зачем, мы может там постарались, хороших учителей подобрали в старших классах, там, ну, свет горит, стены стоят, приходи учись, да, мы тратим деньги на то, чтобы их у якобы учить, а они еще тратят деньги на то, чтобы готовиться к поступлению в ВУЗ, вот эта ситуация, мне кажется, во многом преодолевается через профильные направления, и некоторые из них, прям даже, прям видно, что хорошо, удачно преодолевает этот проект, медицинский класс в московской школе, его, наверное, можно считать в этом смысле самым удачным, и я в своей школе это видел, полностью 10 класс сидит весь на всех уроках, потому что все, что происходит, имеет непосредственное отношение к тому, что им правда надо, вот, это, этом я приветствовал и сейчас приветствую. Вася, вот в седьмом, восьмом, девятом классе тут все-таки еще вопрос, и он вот где находится, если ты учишься в девятом классе и не знаешь, математика твое это или не твое, то тебя уже обогнали. Да. Ну, есть ребята, которые давно поняли, что математика это мое, собрались в специальных местах, где у них настоящая математика, и для тебя уже какие-то двери закрылись. Да, мне кажется, это во втором классе уже ты пропустил все математические олимпиады, и понятно, что все равно уже тебя не догнать. Ну, вот есть какие-то вещи, которые, если ты решил, что тебе не надо, или ты пока не знаешь, надо тебе или нет, но на всякий случай не занимаешься, то уже ты уступаешь и уже теряешь позиции. Вот, поэтому, ну, вот у нас, например, там, математика и физика, это специализация, предпрофиль есть, а там каких-то, там, не знаю, психологии, там, социологии и прочих разных вещей, ну, пока нет, но еще нет оснований для выбора. Вот с такой долей подробности. Поэтому, например, в лицеевой школы экономики основная доля 8-9-классников учатся на универсальном направлении. Они там думают, пробуют, выбирают, то ли они пойдут на гуманитарное направление, то ли на дизайн, то ли на экономику и социальной науки, а может быть, на юриспруденцию, но это еще явно не определилось. Как вам кажется, знаете ли вы случаи, когда, например, школьник всю жизнь был не математиком, а потом вдруг в каком-нибудь восьмом классе понял, что это его? Бывает такое? Видели вы такое? С математиками, например. В гуманитарии как-то проще перейти из математиков, мне кажется. Возможно. Ну и вообще с гуманитарным знанием определиться рано бывает сложно, потому что там, ну, нужно определенный багаж накопить. У меня случилось прозрение, что филология существует как возможность продолжать мне свое образование в этом, в десятом классе только. А что, как это случилось? Ну, во-первых, я сменил школу и перешел в интересное место, тогда оно только начиналось, сейчас оно известно как школа 1553 имени Вернадского, тогда это была маленькая, очень молодая организация, и учитель русского и учитель литературы, это были разные у нас люди, показали, что это вообще предметные области, вообще не про то, что было в школе. Вопросы о том, о чем вы говорили до этого. Это вообще-то в принципе возможно, когда человек приходит в школу все-таки с научной картиной мира и ее может хотя бы предъявить, просто показать этот тип мышления тем, что мы проходим. Мне это очень показалось интересным. Выяснилось, что оказывается русский язык это не про выучить правила исключения, а там что-то можно исследовать и понимать, какие-то закономерности там есть, это здорово. И что литература это не типовые сочинения сначала пиши снежинку, а потом выскажи мнение, отношение к ней, а это там какие-то интересные конструкции, вообще смыслы какие-то богатые, которые ложатся еще на то, о чем ты думаешь там сам про себя. Я с такой завистью вас слушаю, потому что я поступаю, мне кажется, я на год младше вас училась на филфаке МГУ, нас никто так не преподавал литературу, я учила наизусть сто, примерно двадцать или сто пятьдесят сочинений, чтобы потом на вступительном сочинении из них сложить какую-то понятную конструкцию. То есть вот у меня был такой вот прекрасный путь к сочинениям. Вариантов других у меня не было. Ну вот я полагаю, что если бы у меня был просто традиционный школьный русский и просто вот литературу из серии прочитайте, перескажите, то я бы не выбрал эту сферу для себя. То есть кто-то должен был показать, а что там будет, вот это забудьте все, чтобы что. Там же есть какое-то классное научное содержание в языкознании, в литературоведении. Вот оно меня заинтересовало. И я прям вот ни разу в жизни не пожалел, что я такой экстравагантный для моей семьи сделал выбор. У меня родители химики. Я помню, что когда было какое-то, не знаю, как это называется, собеседование, назначение вас на должность с директором школы, вас спрашивали, а как у вас как-то вот так вот с недоверием, вот вы филолог, а как у вас с математикой? Все-таки директор школы это бюджет, деньги, надо, значит, все считать. И вы очень уверенно ответили, что с математикой у вас проблем никогда не было. Да, у меня потрясающий учитель математики был. И в школе до лицея хорошая была математика. И, конечно, вот то, что уже было вот в этой школе имени Вернадского, это очень классная была математика. У меня никогда не было пятерки, но при этом абсолютно понятно, что он с нами вместе реконструировал эти понятия и выводил эти теоремы, а не давал что-то запомнить и выучить. И вот мы могли много времени потратить на то, чтобы это вывести, и только в конце он говорил фразу, ну, если вы не можете это понять, то это надо запомнить. Интересно. Вот у вас еще прозвучала мысль про то, что мы должны учить или там дети должны осваивать вот этот процесс управления своим образованием. Вот это вообще что такое? Это про lifelong learning, вот это про то, что мы должны учиться теперь всю жизнь осваивать новые навыки или про что? Это связанные вещи, это не одно и то же, это связанные вещи. Если мы действительно хотим, чтобы после того, как формальная часть образования закончилась и мы уже не имели права человеку что-то задать по своему предмету, у него все равно бы включалась при необходимости идея, что надо достать вот эту книжечку, там есть ответ на этот вопрос, ой, я не помню, как ставить запятые, но я знаю, где посмотреть, а вот был какой-то текст на это, дай-ка я почитаю Толстого, или что-то была какая-то формула про это, что-то там, то ли пропорции, то ли дроби, то ли уравнения, то ли что-то, может, еще посложнее, мне понадобилось в жизни, я зашел и посмотрел. Если мы правда этого хотим, то мы не можем себе позволить просто приходить в класс и говорить, а сегодня будет вот это, а сегодня вот открываете тетрадочки, вот в упражнении, ну, потому что этим действием, ну, все, мне 25 лет, мне никто не говорит, какой параграф проходить, как оно запустится, для этого нужно все-таки в пределах школы разбираться с замыслами, учить ставить цели, подбирать средства, самостоятельно двигаться в материале, учиться там, находить где что посмотреть, деть, поэтому вот умение управлять своим образованием, для меня это вот возможность на самых разных уровнях быть автором или соавтором того, как ты учишься, то есть, с одной стороны, на высоком уровне, да, это возможность выбрать направление обучения, оно и есть у российских школьников, да, там выбираешь предпрофиль, профиль, потом выбираешь программу бакалавриата, ты можешь выбирать программу дополнительного образования в любой школе, конечно, учись, пробуй, там ладно, там ставки вообще не высоки в дополнительном образовании, не твое, поменяй, вот, а есть и более, ну, следующий уровень, который имеет не меньшее значение, он тоже очень важен, а какой у меня план изучения, допустим, русского языка, что я умею, что я не умею, как я пойму, что я вот это умею достаточно, этого недостаточно, я в состоянии самооценить, что мне по этой теме уже ок, а если я не ок, то а почему мне вообще тогда нужно, мне эта тема прям мне, для чего, что я буду потом этим делать, если она не совсем, ну, совсем не для чего, то сложно мне себя заставить это проходить, ну, дальше начинаются только оценки, всякие там, да, чтобы маму не расстраивать, а если она мне нужна, например, там, морфемика, это очень сложная история, вот эти, с чужих морфем состоит слово, тебе нужно... Не слово страшное, морфемы, грамемы, фонемы. Вот, если ты понимаешь, что ты этим будешь делать, ну, например, ну, я вот не умею писать суффиксы причастий, почему, правила не знаешь, нет, правила я выучил, я не понимаю, где это причастие, и где у них суффиксы. Причастие, это что вообще такое? По факту, вот по факту, я опять к материалу свежему, с которым я вот вчера, там, сегодня работаю, человек ошибается в диктанте, но он не знает, как воспользоваться правилом, потому что для него это окончание прилагательного, а это может быть суффикс причастия, и всё, ну, там, это, ну, по-другому эта проблема решается. Если он осознаёт, что ему это надо, потому что, ну, там, разные могут быть замыслы, зачем мы изучаем правописание, да, может быть, там нужно поступить куда-то, а сейчас в ЕГЭ, например, вес заданий на правописание увеличился, и там это серьёзная доля, результат. Может быть, ты хочешь, в принципе, там, в профессии, там, ну, как-то, чтобы было не стыдно писать деловые письма, и как-то тебе это будет важно. Письменной коммуникации много во взрослой жизни. Если люди видят, что ты не можешь запятые расставить, и даже там буквы в словах путаешь, ну, это, ну, это имидж твой сильно как-то это задевает. Вот. Может быть, такие замыслы, в общем, какие-то. Если ты прям пришёл к мысли, что мне это нужно, ну, тогда мы можем поговорить о том, что тогда придётся разбираться с читами речи, с читами слова, потому что иначе правилами не воспользоваться. Ну, выучи-то, ну, а толку? Вот. Это как выучить правописание предлогов, а потом в течение предложений писать через И, потому что предложный же падеж. Вот. Поэтому... Кстати, письменной коммуникации, правда, стало много, потому что сейчас же мы в Ветон звонить, надо же сначала куда-нибудь написать, вообще выяснить, можно ли с человеком, а лучше написать сразу. Тонны письменной коммуникации. И это правда... Ну, школьникам может казаться, что, ну, я там пишу, с ошибками меня как-то поняли, и ок. Да, но пока ты не в профессии, а там это уже, может быть, воспринято не ок. Кстати, в очень многих вакансиях я встречаю, ну, вот, идеальная грамотность по умолчанию, просто даже все без идеальной грамотности не отвечайте. Хотя мне вот тут тоже кто-то сказал, что запятые в смс-ках ставят только филологи. Я кому-то диктовала, я когда диктую голосовые сообщения... Да, я когда диктую голосовым набором сообщения, поэтому запятая очень важным моментом. Меня узнал таксист один раз, потому что я диктовала голосовое сообщение с запятыми, говорит, слушай, ты одна, да я тебе вез уже, ты диктуешь сообщение с запятыми, я знаю, я уже вез. Очень обрадовался. Вы с запятыми ставите, отправляете смски? ну, я голосовые пока там как-то редко диктую, но это смски у меня со знаком припинания. Ну, мне приходится, ну, будет как-то вообще не комильфо будет. Если в пятом классе нужно выбирать профиль, ученику это рано? Да. Всякие математические вертикали, вот они же начинаются с пятого класса. Математические вертикали с седьмого. С седьмого, да? В седьмом тоже для многих рановато, но это хоть что-то, на что-то похоже. Но знаете что, все равно эти вертикали, это возможность что-то попробовать, но там нет истории про то, что, ну, например, если ты выбрал медиавертикаль, или там, естественно, научный вертикаль, то математика тебе не нужна. Вот этой истории нет. И это правда очень важно, чтобы до конца девятого класса учебный план включал нормальный объем, хороший объем по всем предметам, потому что как только ты что-то исключаешь, для тебя закрывается масса дверей. А передумать, ну, я не знаю, мы помним себя в восьмом, девятом классе, но, конечно, мы еще сто раз передумаем, кем мы захотим стать. Мне вот тоже кажется, в отношении своих детей, в первую очередь, что очень важно вести ребенка как-то более-менее равномерно во всех направлениях, чтобы, когда он в подростковом возрасте не понял, что вот, а, да я хочу заниматься, например, физикой, или там чем-нибудь еще, ему бы не сказали, мальчик, ты спохватился-то, когда вообще, какая теперь физика-то тебе, или какая математика, какой IT, все вон уже где, а ты вон где, поздно начинать. Так и есть. Обогнать потом будет, догнать людей будет сложно. Ну, можно, есть способные люди, которые там в 11 классе меняют резко направление, ну и слава богу, что в 11, потому что есть люди же и позже это все меняют, и тратят лишнее время, да, есть первый, второй курс посидели и поняли, все-таки не мое, нужно заново начинать. Хорошо, когда на первом-втором понимают. Мне кажется, что вообще это счастье, вообще понять, чем ты хочешь заниматься. Вот я согласен, абсолютно. В 30 лет. Потому что вот поколение старше нас с вами, когда вот с ними там разговариваю, часто выясняю, что там очень много людей, и кажется, больше половины, которые работают на нелюбимой работе, то ли они когда-то, может, и поняли, что это не их, но уже не решились менять, то ли так и не поняли. Но они случайно там оказались, и мне кажется, это такая катастрофа человеческого ресурса, потому что человек, который занимается своим делом, ну ты идешь с работы, а все равно думаешь про работу, ты ложишься спать, если она любимая, ты все равно там и по-любому ты успеваешь больше, ты продвигаешься в профессии дальше, и то, что ты сделаешь для мира, для людей, это ну совсем не столько, сколько человек, который отсидел, ну потому что ну вот надо. Мне кажется, что поколение, которое старше нас, оно еще не меняло специальность, не меняло профессию, а вот наше поколение и чуть младше, те, кому сейчас 40 и меньше, вот они как раз успели поменять. Я знаю, например, огромное количество прекрасных фотографов, видеооператоров, там, людей, которые работают очень много в искусстве, которые были по первому образованию какими-то технологами, значит, ну и так далее, совсем-совсем других областей, и вот они совершенно счастливы, что в 30-35 нашли себя. Мне вот тоже кажется, что мы где-то на границе находим все эти явления, потому что вот мои ученики, когда они стали поступать в вузы, я с ужасом увидел, как они бросают, там, куда-то переводятся, заново поступают, думаю, божечки, что вы творите? Ну, ты же думал, когда выбирал, а вот, ну, оказывается, не мое. Это мне повезло, наверное, не знаю, но, в общем, я вот прям выбрал, так что это действительно мое, хорошо, может быть, мне повезло, но я сначала с опасением смотрел на своих выпускников, которые, значит, так вот легко меняли, и потом только стал понимать, что это очень правильно, что они этого не боятся делать. О чем вы чаще всего говорите с родителями? На встречах, на собраниях, что бы вам хотелось вообще до всех родителей сегодня донести? Мне кажется, что сегодня, с одной стороны, очень много страха, потому что учиться стало сложнее, чем было нам. Ну, не было такого в наше время, не было такого в наше время, что в четвертом классе готовиться к селективной школе с тремя репетиторами. Ну, нет, до нас это доходило только в старших классах. С другой стороны, очень сложно понять, что нет такого вместе с тем, что под ключ отдал ребенка в школу, и дальше он как-то сам учится. Надо все время что-то думать, надо куда-то поступать, надо поступать в какие-то школы, надо добирать какие-то навыки. То есть сложно родителям со всех сторон сегодня. Мне кажется, образование как медицина, да, с одной стороны, все готовы давать самые разные советы, чем там натираться и прочее, с другой стороны, если всерьез об этом говорить, то нет универсального совета, универсального решения. Семьи же очень разные, родители очень разные. У меня нет какого-то нарратива, который я должен каждому родителю рассказать. они действительно очень отличаются. Есть семьи, склонные к авторитарному воспитанию, и там, ну, хорошо, я им там посоветую поговорить с ребенком о том, о чем он мечтает. Ну, это настолько будет для них неорганично, что я не представляю, как они это будут воплощать. Есть семьи, там, наоборот, с каким-то, может быть, попустительским стилем воспитания, и они любые там советы там как-то строго поговорить, они их не будут воспринимать. Ну, и у каждого своя проблема, поэтому я не знаю, что сказать всем родителям сразу. О чем чаще всего вообще говорите, когда, не знаю, собрания, встречи, или у вас в основном индивидуальное общение с родителями? Ну, есть два типа такого регулярного общения. Одно, когда мы большим массам родителей рассказываем о том, что за школа, про что школа, что будет, что не будет, для того, чтобы они поняли, их семье это подходит или нет. Вам сюда или не сюда. Прямо надо честно рассказать, что здесь вот так, мы про это. Если для вас это чуждо, то, ну, не надо, будут проблемы. Второй тип переговоров, разговоров, это когда у ребенка конкретная сложность, конкретная проблема, и не получается ее решить там, ну, какими-то простыми имеющимися средствами. И, ну, и тогда это индивидуальный разговор, потому что там одно дело не может пересдать, другое дело не может найти друзей, третье дело там не может выбрать направление дальнейшего обучения. Это разного плана истории. Поэтому и лекарства, ну, индивидуально подбираются. А есть какие-то моменты, на которые, вот, действительно важно обращать внимание у детей, вот прям держать руку на пульсе у школьников. Ну, вот, например, много говорят сегодня про развитие навыков 4К, что помимо чисто академических данных и навыков, нам очень важно, чтобы у ребенка был развит эмоциональный интеллект, командная работа и так далее. Много дискуссий по этому поводу возникает. Ну, мы можем об этом с родителями поговорить, но не совсем, ну, и мы поговорим, просто, ну, если это совет, то совет о чем? Не совсем понятно. Поработайте над командными навыками. Ну, а в школе нельзя поработать над командными навыками, там, в одном здании 500 человек, это же проще, чем дома, если один ребенок в семье, проще. Поэтому, наверное, вот из более универсальных вещей, ну, и опять же, я понимаю, что я это скажу, но не в каждой семье это будет воспринято. Вот то, что прям было бы здорово, и часть семьи с этим справляется, это с тем, чтобы поддерживать в семье ценность образования. Ну, что в этом есть какой-то смысл, что через образование ты получаешь какие-то дополнительные возможности. Ты вообще можешь стать не тем, кто ты есть, а тем, кем ты хочешь стать через образование, что он открывает для тебя какой-то мир. вот это было бы классно, если бы была поддержка этой мысли дома. И я знаю, что многие семьи справляются с этой задачей, приходят ребята, у которых, для которых, в принципе, образование – это ценность. Конкретно уже дальше там как пойдет, вот конкретно же ши, там, интересно или нет, ну, это уже дальше от меня зависит. Но если человек в принципе понимает, что он хотел бы по максимуму получить каких-то возможностей за счет образования, то мы уже дальше договоримся. А нет ли у нас такого немножко перекоса в сторону ценности образования? Ведь на самом деле сегодня необходимые навыки для работы можно собрать, например, без вуза. Ну, вот тот же, на самом деле, программист. Не всех интересует, какое образование у программиста. Важно, что ты умеешь, а что ты не умеешь. Вот я всерьез в этой дискуссии участвовал лет там 8-10 назад и даже меня удалось убедить в том, что, ну да, действительно, так вот мир меняется, что высшее образование не принципиально, вот, главное, что человек умеет. Ну, это так, в принципе, да, вот я же работодатель, собеседую людей, я понимаю, что мне важнее, что он умеет, чем что у него написано в дипломе. Но не могу я ничего сделать с тем, что если там написано ничего, то выясняется, что и не умеет. Оказывается, все-таки это, ну, существенный, существенный элемент того, что человек сможет, какое у него мышление в итоге сформировалось, какая свобода в материале, чего он может, чего он не может. Это даже при том, что известно, что там в России прирост в компетенции, который дает высшее образование, ну, такой пустяшный. но это в целом, в среднем, по всем вузам, а если мы берем 10 лучших вузов, то все-таки этот прирост существенный. И вот я знаю несколько прекрасных, интересных людей, которые как-то вот обошлись без высшего образования, они из хороших семей, ну, вот они как-то решили, что, ну, или там что-то так не заладилось, но решили, что и так сойдет. И я понимаю, что я сейчас их не могу взять на работу, даже при том, что я их уважаю, ценю, и мне с ними интересно, ну, потому что я не вижу этих навыков, которые нужны. И те же самые айтишники. Конечно, их возьмут, но кем? И если там нужно быть следующего и следующего уровня специалистом, то вам и работодатели в сфере айти скажут, что, ну, да, это быстрее возьмет и быстрее продвинется тот, кто учился на факультете компьютерных наук или где-нибудь в похожем месте. Я очень часто думаю, что вот в том же преподавании английского можно было бы обойтись, например, без высшего образования, можно было бы классно выучить язык до уровня С2+, и получить такой базовый сертификат. Но когда тебе задают вопросы, а почему вот так сложно устроена орфография, нет других вариантов, кроме как прочитать лекцию по истории языка, и от тебя этого ждут, и тебе это нужно сделать, и все то, про что ты думал, зачем нам этот годский язык, а чем нам это нужно знать, вдруг оказывается, что вот оно все всплывает, и совсем в неожиданных каких-то вариантах, форматах. для того, чтобы использовать язык в жизни, пожалуйста, С2 и вперед, для того, чтобы это было твоей профессией, ну, надо знать, что лежит в основе, оно там точно где-то выплывет, вот, для того, чтобы понять, почему человек ошибается и не понимает, ты же так ясно объясняешь, здесь, эй, здесь, ну, чего непонятного, а он ошибается и ошибается, ну, тебе же надо проанализировать, если ты работаешь на результат, тебе же надо проанализировать эту ситуацию и по ошибкам понять, что именно там не туда пошло, для этого, ну, нужны инструменты. Лицей Высшей школы экономики тесно, как сказать, связан с самой вышкой, очень часто я вижу по первокурсникам, выпускникам сильных селективных школ, что им сложно на первом курсе, ну, там, филологического факультета, какого-то еще, потому что они очень много всего уже знают, потому что во многом та программа, которую им дали в школе, практически восполняет программу первого курса. Дальше происходит очень по-разному, это есть такая история и с техническими специальностями, и со всеми. Нет ли здесь проблемы, и с какой стороны ее чинить, и нужно ли, когда ты выходишь из школы примерно с таким багажом знаний, какой у тебя мог бы быть после окончания первого курса. На первом курсе становится неинтересно, потом немножко выпадаешь из процесса. Вот я такой риск именно вижу и видел, наблюдал, что сначала тебе кажется, что я все это знаю, и ты начинаешь легкомысленно относиться к процессу и упускаешь тот момент, где пошло то, что ты не знаешь, потому что ты всю программу бакалавриата не освоил. Это есть риск. для нас, вот кто заканчивал хорошие школы, и для наших выпускников. Я помню, мои выпускницы там приходили после вышки, говорили, что ну вот два курса мы там отучились, я говорю, ну что новенького было по лингвистике. Пока ничего. Ну, во-первых, это преувеличение, ну не может такого быть, я просто в это не верю. Значит, они где-то просто где-то что-то, видимо, пропустили, где пошло новенькое. Ну вот, что, как я пытаюсь с этим работать, но я сейчас слежу за тем, чтобы программа бакалавриата не заходила на территорию школы, чтобы, да, нужно попробовать себя вот в этой области, иначе ты не поймешь, тебе действительно туда надо или не надо. Ну что-то там должно быть из социологии или из юриспруденции, из дизайна, ну там что-то должно быть. Ну там не может быть просто курс из бакалавриата спущенный в школу. Потому что тогда, ну либо тогда его надо зачесть сразу же, и дальше уже прям сразу понятно, у меня он уже есть, мне и ходить на него не надо. Вот, ну, в высшей школе экономики вуз, где все-таки весьма и весьма сложно учиться на первом курсе, поэтому в основном эффект, который мы по своим выпускникам видим, это то, что они меньше слетают с первого курса в связи с тем, что невозможно, тяжело, непонятно, они более преадаптированы к нашему первому курсу. И то, что им там немножечко полегче учиться, это в нашем случае это хорошо. А есть, наблюдаете ли вы такую историю, как выгорание, наверное, школьников после очень тяжелых вот этих последних лет поступления, когда все силы брошены на ЕГЭ, на Олимпиады, когда просто ты в круглосуточной вот этой системе, а потом понимаешь, что, в общем, тебе особо ничего не надо. Может быть, и gap year взять, а может быть, для кого-то он хорошо заканчивается, для кого-то вообще не очень хорошо. Я больше наблюдаю учеников в процессе вот этого марафона 10-11 класса, и я уже там вижу сложности с тем, что теряется интерес к обучению, какие-то депрессивные мысли посещают. Тяжело, потому что много очень всего. Вот, ну, это есть. У старшеклассников это есть. По себе, я помню, 11 класс, это было самое сложное время в моей жизни, наверное, в принципе. Вот сколько всего там надо было сделать. Еще тогда мы несколько экзаменов сдавали подряд, циклов три месяца подряд, только экзамены, экзамены. Вот, и эта проблема есть, как быстро ее решать, не знаю, пока у меня не получается быстро и легко избавить старшеклассников от сложности, ну, потому что на кону... Система такая сама по себе сложная. она локально не решается, там на кону очень много, все переживают, и ребенок тоже понимает, что от того, куда он дальше поступит, там много все в жизни будет зависеть, круг общения, там, место работы, и вообще-то довольно серьезные вещи. И часто довольно в школах, я вижу, происходит просто невротизация детей, когда им говорят, вот, ОГЭ, если вы там не сдадите, то все пропало в вашей жизни. А мне и говорить не надо. Хотят мотивировать? А и говорить не надо. Вот в лицее вообще не говорят, вот, ЕГЭ, а все равно висит. Как-то я читала, одна женщина рассказывала, что ее муж, китаец, какой-то был феноменально успешный победитель всех математических олимпиад, вот эти китайские международные олимпиадники. Ее спросили в каком-то школьном чатике, чем ваш муж сейчас занимается с такими феноменальными способностями? Она говорит, вы знаете, он так перетрудился в школе, что сейчас в основном мы просто путешествуем по миру и добираем то, что он в свое время в жизни не увидел. Меня так немножко испугала эта фраза, но очень часто кажется, что не происходит ли то же самое с нашими школьниками вынужденности. риск такой есть. У меня правда нет данных, какова доля вот этих олимпиадников, которые потом совсем не могут воплотиться. Мы видим по своим выпускникам все-таки, что они в основном реализуются и становятся хорошими специалистами. Особенно классно видеть, когда они возвращаются к нам преподавать хотя бы на чуть-чуть, и ты видишь, что он действительно в том, что выбрал, самореализовался и стал классным мастером. Это для меня очень утешительная встреча, это собеседование с выпускниками, которые нам теперь помогают какие-то решать профессиональные задачи. Очень хорошие ребята. Но да, я знаю, что это есть, но это где-то происходит после того, как мы перестали плотно общаться с детьми, и я до конца не владею этой ситуацией. Как вам вообще кажется, как эти последние годы пережить, как можно помочь детям в этой безумной гонке, еще Олимпиады, еще ЕГЭ, еще постоянно меняются условия игры, вот сейчас ЕГЭ по-английскому для тех, кто сдает экономику и менеджмент вдруг оказался под вопросом. Ну, все время что-то такое случается. Я бы опять же сказал, что здесь нет универсального решения, смотря что за ребенок, потому что есть дети, которые все это выдерживают и могут и Олимпиады, еще параллельно. Вот у нас такие есть. Он и Олимпиаде победил, и спектакль поставил, и по всем предметам приличной оценки получил. когда он это успевает, я не знаю. Но для тех, кому сложный, кто не успевает, тут очень важна поддержка семьи. Не прессинг семьи, давай, 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 давай. Вот как бы такую мудрость приобрести каждому родителю, чтобы видеть, что вот здесь еще как-то можно сказать давай-давай, а вот после этого момента не надо давай-давай, а это скорее просто давай погуляем. Давай куда-нибудь съездим на выходные, а не вот садись, учи, потому что есть какой-то предел, после которого просто это опасно для здоровья, для психического и не только. дай бог, чтобы всем родителям хватало мудрости видеть эту грань и не только сжать, но и поддерживать. Ребята, в этом очень несложном, ой, в этом очень непростом их времени. Школьникам сегодня насколько мешают смартфоны, интернет, зависимость от гаджетов. Тоже по-разному. Есть ребята реально зависимые, это проблема. Там восьмиклассники, с которыми сейчас я работаю, я не вижу каких-то клинических случаев, никому не мешает на уроке заниматься русским языком то, что где-то там в сумке или в кармане телефон. Ну, для кого-то действительно это может быть проблема. Это же какие-то очевидные вещи, что сейчас это не роскошь, а средство обмена информации, поиска информации, что желательно не только запрещать, но и учить, как с этим работать. Поэтому на моем уроке запросто может появиться задание, а теперь достаньте и найдите в интернете там что-то. Но это далеко не на каждом уроке, потому что важнее, ну, для меня опять же важнее вот эта работа с понятием, с моделью, а это можно делать хоть на листочке, хоть на доске. Я со студентами постоянно прям конкурирую за внимание с их телеграммом, ну, потому что вузе ты уже не можешь, наверное, сказать, как-то не принято говорить, там, все телефоны, значит, у вас должны быть убраны, работаем только с тетрадями, и вот прямо ты чувствуешь, что борешься за внимание и борьба неравная. А мы что лучше? Ну, я не сижу параллельно в телеграмме во время своей лекции. Своей нет, а чужой? Я вам расскажу такой случай, у меня был в прошлом году. Я сделал все, чтобы школьники, за которых я отвечаю, оказались в потрясающем месте и послушали очень классного специалиста в очень уникальной области, но кажется, что это там, ну, прям совсем, что-то, и всегда всем это интересно. Может быть, знаете, Антон Каменский в Новгороде, вот, значит, мы сели, и я смотрю, значит, что дети сидят в своем телеграмме параллельно что-то обсуждают, и ищу глазами взрослых, чтобы, ну, как-то показать им, что, ну, как-то там, и что я вижу. Взрослые там же. Да. Думаю, ну, тут уж ничего не сделаешь. В одной из своих ранних колонок, когда вы еще были учителем русского языка, вы писали про то, что неудобно как-то бывает в общении, когда говоришь, что ты учитель русского языка. Приходится в ответ на такой вопрос хоть прямо спрашивай, а ловит ли у вас здесь Wi-Fi, чтобы как-то переместить тему, потому что люди очень странно реагируют, услышав, что вот вы учитель русского языка. Поменялось ли что-то с того времени? Что вы сейчас об этом думаете? Ну, сейчас-то, когда я директор, я с гордостью где-то могу сказать, что я учитель русского языка. Это прям, ну, я не знаю, поменялось ли что-то в мире, для меня поменялось. Я считаю, что учитель лучше из профессий, и иногда могу с гордостью сказать вместо директора, что я учитель русского языка. Нужно ли сейчас говорят про повышение престижа, профессии учителя? Когда я начинала преподавать английский язык, делала я это во французской школе в Москве, директор школы, владелец, был француз. И вот он постоянно, почти там каждую неделю подходил и спрашивал, ты мне объясни, пожалуйста, почему так много женщин в России преподаватели, почему совсем мужчин нету? Во Франции совсем по-другому всё сделано. Почему так мало мужчин, я не понимаю, почему у меня 40 резюме, и среди них только в основном одни женщины. Почему так происходит? Я что-то пыталась объяснить про то, что вот, слушайте, ну вообще сложно, там мужчинам надо деньги зарабатывать, вообще это какое-то не мужское это дело, и всё сложно, он никак не мог этого понять, так до конца работы в России, видимо, этого и не понял. Это культурная штука. В других культурах может быть по-другому, и у нас было по-другому. Поменяется? Ну, там, в середине 19 века какие женщины, учителя были? Ну, какие-то были, наверное, мне кажется. В конце 19 века, вот на картинах-то, они несчастные, которые жизнь не задалась, их в село отправили учительницы. Это всё конец. Нет, но всё-таки в России всё хорошо было с возможностью в школе учить. с престижем профессии, да, что происходит. Не то, что с престижем профессии, как вам вот сейчас это видится? Есть ли здесь вообще проблема? Надо ли с этим что-то делать? И если как-то менять, то что? Ну, это же искусственно сложно поменять. То, что зависело, допустим, от департамента образования, ну, так как-то зарплату поднять, перераспределить ресурсы так, чтобы у учителей была зарплата повыше. Но это было сделано, да, сейчас, правда, там из-за инфляции это немножечко стирается, история, но многое было сделано в этом направлении. А насколько это повысило престиж профессии, я как-то затрудняюсь сказать. Исследование хотелось бы видеть на эту тему. Но то, что стали вот последние 10 лет очень классные молодые люди с хорошим образованием и с какой-то педагогической задачей интересной, высокой, стали приходить в школу, и в том числе не селективную, а просто в школу, ну, вот, чтобы поднимать образование. Это факт. Хватит ли на всех? На всех нет, не хватит, но они есть, и их что-то привлекает. Не только зарплаты, конечно, но то, что они могут себе позволить работать в школе, и, ну, в принципе, на эту зарплату можно прожить. Это, я думаю, тоже играет свою роль. Вот в вышке, я знаю, есть магистратура для, например, профессиональных математиков, которые хотят стать учителями математики и понять, как вообще работает сам процесс преподавания. И она прямо переполнена, насколько я представляю. Да, и ее выпускники очень востребованы люди. Да. То есть, мне кажется, что меняется ситуация немножко, по крайней мере. мне тоже кажется, что много, и в математике стало очень много, но и в других областях. Много математиков, поскольку их нужно много, вот незаметно, что их стало много, их по-прежнему очень сильно не хватает. Вообще, в школах в России и Москве, и даже нам бывает сложно собрать, хотя у нас там есть 7 тысяч выпускников, которые там часто бывают готовы помочь. все равно, вот это какой-то вид математики, он какой-то то ли вымирающий, то ли дефицитный. С ними сложно. То ли просто их действительно много нужно, и ответственность большая. И многие, кто заканчивает, например, педагогическое образование по направлению учитель математики, они почему-то все равно не идут в профессию. Ну, как бы там причин может быть много, им есть из чего выбрать. Если у тебя есть такой классный инструмент, как математика, то, в общем-то, несколько дверей для тебя открыто, и там очень неплохо и интересно, может быть. Расскажите про что-нибудь, что вас в последнее время прямо вот порадовало. Может быть, это какая-то встреча с выпускниками была. Вообще, часто встречаетесь с вашими бывшими учениками? Ну, это очень отрадные встречи бывают. И даже про это странно рассказывать, настолько это личное. Вот последний раз день рождения мой прошел в том, что мы встретились с выпускниками, в которых я учил, и там как-то музицировали вместе, проводили время, и это было отрадно. Конечно, да, это утешение большое встретиться с людьми, с которыми ты что-то вместе такое важное, ценное прожил. И вот мне кажется, хорошее такое, хорошее школьное образование становится для человека событием. измерить это легко. Это насколько прочные связи с теми людьми, с которыми вместе ты это прожил. Насколько тебе важно их там видеть, знать, приятно их видеть, хочется с ними еще пообщаться и продлить это состояние. Вот видимо, что-то такое происходило, потому что нам классно встречаться. Это очень точный мне кажется критерий. Я помню среди своих однокурсников тех, кто регулярно приходили в свои школы, им там были рады, они встречались, что-то продолжали как-то общаться с учителями. Это была очень большая редкость, но потрясающе это было для тех, у кого это было. А были те, кто в школу вернутся, еще раз пойти, чтобы всех увидеть никогда. Да. Ну, прямо совсем недавно, то, что там буквально на прошлой неделе случилось, это приехавший на несколько дней в Россию выпускник нашел несколько часов, чтобы могли пообщаться. Ничего себе! И я понимаю, что это, ну и для меня это было важно и ценно пообщаться, узнать, что там, как там. Ну, это, конечно, особенно с теми, там, кого ты учил русском, у кого был классный руководитель, и там, ну, еще в том месте, вот, где это было же, предполагалось, что мы там много вместе ездили, там, что-то создавали, и это действительно ложится в основу каких-то отношений. И, может быть, там, с нами, со взрослыми, там, ну, они встречаются, там, пару раз в году, этого достаточно, но многие из них между собой очень плотно общаются. И вот, смотрите, для, наверное, для большинства россиян в основном какая-то студенческая дружба, это та, которая на всю жизнь, а есть отдельные школы, для выпускников которых школьная дружба, это та, которая на всю жизнь. Это, вот, гадалки, не ходи, это понятно, что там происходило, то есть там настоящее, насыщенное событиями жизни. Они что-то вместе создавали, они куда-то вместе ездили, им было что-то вместе поделать, кроме уроков. Хотя и на уроках могло быть интересно и круто. Спасибо вам большое.